Какое количество солнечных дней является точкой безубыточности для подобного проекта, если мы говорим? Мне надо хотя бы 15-17 дней в месяц. Что-то все продать, купить апартаменты в Майами и две маленькие пиццерии, где самому обслуживать гостей в зале. Ну, вот это поменять. Медийных лиц, которых там собственник чуть ли не на личных контактах затягивает заведение, и впоследствии они дают некий приток. Вот насколько ты с этим согласен? Да, согласен, если мы были в 93-м году. Приветствую, друзья! С вами снова Кирилл Куницкий. И сегодня я решил не проводить день в офисе, я решил выбраться никуда иначе, как на пляж. Причем не просто на какой-то пляж, а на пляж номер один в городе Киеве. Это City Beach Club. Место, которое любит, наверное, вся молодежь, и любой человек, который любит пляжный отдых, должен хоть раз в жизни побывать здесь. Это место, которое находится на крыше парковки. Фактически, когда-то это была парковка, и основатель данного места, Максим Радузский, превратил эту парковку в верхний этаж многоуровневого паркинга, рядом с торгово-развлекательным центром Ocean Plaza, в здоровенный пляж, который стал любимым местом для молодежи, для очень многих любителей ярких вечеринок. И прямо сейчас мы возьмем интервью у основателя данного заведения, данного места. Это непосредственно Максим Радузский, человек, который уже много лет возглавляет City Beach Club. И, кроме этого, он известен благодаря многим другим проектам, таким как Мозги Бар, таким как Зима Бар, таким как пляжный комплекс Сандалий и многие другие заведения. Поэтому прямо сейчас, я думаю, нас ждет очень интересное и увлекательное интервью. И мы поговорим о том, что такое пляжный бизнес вообще, насколько эффективно, насколько возможно эффективно управлять этим бизнесом в условиях, когда солнце может исчезать в любой момент, и публика просто разбегается. Но как это вообще? Есть ли здесь экономика в этом бизнесе? И стоит ли вообще идти в подобный бизнес тем, кто рассматривает вариант открытия пляжного комплекса? Ну что, прямо сейчас нас ждет интервью с Максимом Радузским. Погнали! Привет, Максим! Привет! Рад тебя приветствовать. Слушай, у меня вопрос, с которого я хотел бы начать наше интервью. Ты себя как позиционируешь? Потому что во многих интервью в прессе тебя называют ресторатором, но при этом я знаю, что у тебя есть и проекты не только в ресторанной сфере. То есть ты себя называешь больше бизнесменом широкого плана, серийный предприниматель или как ты себя сам... Да, ну, во-первых, хотел бы сказать, к сожалению, сейчас не разгар летнего сезона, только его начало, и говорим мы об этом в середине августа. Лето было отвратительное. Когда я вижу, выходит какая-то статья, где я там в заголовке как ресторатор, как правило, мои пярщики получают громадные штрафы. Я не считаю себя ресторатором, я не умею быть ресторатором, я знаю, как надо приготовить правильный вкусный бургер, но добавить начесы с карамели и какие-то там вот эти новые фишки модные, я... это не про меня. Во всех моих проектах мы дарим людям, в первую очередь, эмоцию. Эмоцию и атмосферу. Это то, по сути, что мы продаем и то, что люди хотят покупать. Поэтому нет, я не ресторатор. То есть это некая энтертейнмент индустрия, что это? У тебя есть какое-то позиционирование тебя как бизнесмена, либо ты смотришь просто на интересные проекты, которые... Я не знаю, какой термин может это охарактеризовать, наверняка он есть, но когда человек попадает в среду, где ему хорошо, где ему весело, где он самое главное доверяет, где он чувствует себя причастным к проекту, высота начеса из карамели на бургер уже не имеет никакого значения. Главное, там, мясо должно быть свежайшее, там, самое свежее, которое может быть, и правильно приготовлено. Все, то есть ему даже уже не принципиально какая музыка играет, ему просто хорошо. Скажи, ну, а самый успешный твой проект это что? Ну, это City Beach Club, это пляжный клуб, которому 6 лет. Если вы знаете, там есть правило, что жизненный цикл клуба — это 3 года, ну, нам 6, и мы сейчас будем выходить на вторую волну. Ну, я знаю, что у тебя были другие проекты в такой ресторан или около ресторанной сфере, в том числе, да, это и «Мазги бар», это и «Зима». Да-да-да, «Зима бар». «Зима бар». В принципе, «Зима бар» — это мое, наверное, самое крупное фиаско, которому я безумно благодарен. Наступил момент, когда я почувствовал себя ресторатором, ничего в этом не понимая, но была четкая уверенность, что я — это он. Это был абсолютно провальный проект, в котором было неправильно от начала и до конца все. То есть от дверей до последней странички меню было все неправильно, все с ошибкой. Но мне казалось, что я ресторатор и все делаю верно. Проект с треском провалился, я с гордостью об этом заявляю. И спустя 5-6 лет, да, опыта, который я приобретаю, с каждым годом все смешнее и смешнее смотреть на себя в те годы, когда открывал «Зима бар». Ну а «Мазги»? «Мазги бар» — это коммерчески успешный проект. К сожалению, он прекратил свое существование не по той причине, по которой чаще всего закрываются рестораны в Киеве. Он приносил прибыль. Там вышла непонятная ситуация с этим помещением. Если вы видите, там уже, сколько, полгода или год висит вывеска «Аренда». Такси наблюдал, да. Да, непонятные помещения продолжаются. Мы вынуждены были съехать. Поэтому проект успешный и прекратил свое существование не потому, что он был какой-то плохой или нерентабельный. Ну а почему не возникло желание его вазообновить, реанимировать в другом месте? Знаете, была дикая обида. В принципе, мы понимали, что такое может произойти где-то там, но не с нами. Поэтому, знаете, вот такая обида. И слегка опустились руки. И дальнейшие свои проекты я стараюсь сделать максимально не контактируя с конечным потребителем. Если говорить о концепции, которая была в мозги-баре, так я так понимаю, там был некий микс. То есть был ресторан, плюс там был магазин, одежда или что-то там. Скажем так, это было место с концепцией. Это было некое такое культовое место. Не знаю, что там был магазин. Это место, где можно было купить мерч своей любимой группы. Или там «Динамо Киев», например. Коллекция, которую они разработали специально для мозги-бар. Также это был гастрономический бар. Довольно-таки неплохой. И мясной ресторан. Поэтому особого микса там не было, как сейчас. Каравоке, кальянная, лаунж, спа, резорт. Нет. Скажи, пожалуйста, а вот специфика такого заведения, как Сити Бич Клаб? Заведение явно сезонное по роду деятельности. Вот эта сезонность, насколько она влияет на экономику вообще? Тот факт, что зимой фактически вы не работаете. Или у вас есть какие-то там особые условия по аренде помещений? Нет, нет, нет. Аренду мы платим ежемесячно. И неважно, это жаркий июль, либо холодный декабрь. Аренду мы платим ежемесячно. Проект сезонный. И, естественно, если бы он был круглогодичный, либо хотя бы я мог шуметь по ночам, ну, я думаю, интервью мы писали бы в моем Рос-Ройсе. Какое количество солнечных дней является точкой безубыточности для подобного проекта, если мы говорим? Мне надо хотя бы 15-17 дней в месяц. 15-17 дней в месяц. То есть, грубо говоря, потому что мы с этого и начали, собственно, сегодняшний разговор, что я так понимаю, это лето, оно не самое сладкое для проекта? Абсолютно отвратительное. И сейчас солнечные дни, они как бы добавляются, и вот я уже почти погасил долги июня. Еще чуть-чуть июль, и потом к ноябрю я заработаю. Ну, то есть проект можно назвать тяжелым в менеджменте? Адски тяжелым. Адски тяжелым. Тогда вопрос, почему продолжаешь им заниматься? То есть, что удерживает тебя в этом проекте? Во-первых, он все-таки деньги приносит. Во-вторых, это тот проект, на котором я сделал себе имя, с которым я вышел на рынок, этот проект уникальный. То есть, здесь я уже понимаю, что бренд чего-то стоит, имеет свою стоимость. Поэтому, ну как, нет, если придут, принесут определенную сумму, я дам ключи в ту же секунду, как любой бизнес, бизнес должен продаваться. Окей. Ну, а сейчас, насколько большая конкуренция сейчас на рынке таких пляжных комплексов? К сожалению, у нас конкурентов нет. Почему? Можешь прокомментировать? За счет уникальности, за счет того, что мы не просто пляж, мы не место, где там играет диджей и работает МС. Мы, наверное, единственный клуб в Украине, в котором работают режиссеры-постановщики, в котором есть продюсеры мероприятий. Это обычная дневная вечеринка, которая проходит в пятницу. Но на дне работает целый штат профессионалов из шоу-бизнеса, которые делают большие шоу. Поэтому гость, когда приходит сюда, ему как минимум интересно, а не просто послушать музыку и выпить коктейли. Плюс есть еще там ряд нюансов, которые я озвучить не могу, потому что тогда мы потеряем свою уникальность. Но в целом мы очень много тратим денег на именно ту эмоцию и атмосферу, о которой я говорил вначале. Насколько я знаю, сейчас заключено некое сотрудничество с патчем. И со следующего года вы стартуете уже. Мы ударили по рукам в этом году, но в связи с тем же отвратительным летом, обширный старт мы запланировали на следующий год. А как видоизменится CTB-шклаб в связи с этим? Знаете, он станет более, ну не то что модный. Он сейчас модный, потому что модно приходить сюда и там пить, не знаю, какой-то дотель. Он станет, вот он уже зафиксируется, да, то есть как определенный кластер. Клуб там патча наибится, ну им, по-моему, 30 лет или что-то, они не могут 30 лет модными. Они просто заняли свое место, и на этом месте они как бы лучшие. Поэтому мы тоже займем свое место, и уже, ну никто не сможет сказать, что у нас какая-то немодная музыка. Поскольку мы согласовываем с ними все музыкальные форматы, поэтому я тоже самое скажу, что немодная музыка на острове Ибице в Испании. Ну а такое сотрудничество не бьет по экономике или наоборот добавляет? То есть есть же какой-то фит, там, какие-то комиссионные, наверное, с ними, или это больше... Нет, это затратная часть, но она партнерская. То есть это не то, что они выставили там ставку за гонорары, платите и все. Это действительно брак по любви с небольшими деньгами. То есть есть, грубо говоря, перспектива увеличения экономики бизнеса здесь? Экономики бизнеса нет, увеличение стоимости бренда, да. Расскажи про открытие CityBitchClub. Как происходило открытие? Я знаю, были достаточно забавные истории, связанные с этим событием. Ну как, конечно, когда, в принципе, во всем разбираешься, но интуитивно, то, естественно, даже если ты окружаешь себя командой самых дорогих и лучших профессионалов в стране, кем они являются на сегодняшний день, понятное дело, что там совершаются ошибки, которые есть либо кажутся забавными, поэтому, например, мы там забыли построить туалеты. Круто. В экстремном порядке покупали в 4 часа ночью биотуалеты, потому что в аренду взять новые, не бэушные, да, это важный момент. Ну да. Довольно-таки тяжело купить, в принципе. С водой был только один бассейн, второй не успели, поэтому мы наняли там сценическую дым-машину, которая 4 часа без остановки колбасила сценический дым на открытой площадке, чтобы был эффект, что там есть вода, хотя бы для телекамер. Ситуация немерена, там, мы 3 часа, полностью весь бар был бесплатный для гостей, абсолютно все, то есть не было определенной позиции. Ну, такая компенсация за отсутствие туалета, да? Ну, тогда было понимание, ну как это, мы же открываемся, мы приглашаем, нас же должны угощать. Вот, тогда я понял, что та команда барменов, некоторые из них уже сидят, просто озолотилась за эти 3 часа просто бесконечно. Ну, и вот таких вот ошибок было очень много, ну, запутыл залп. А сейчас, насколько я знаю, у тебя помимо City Beach Club есть еще проекты, ты только перед началом интервью озвучил, что есть проект О, это что, это десерты, низкокалорийные, да? Десерты без сахара и муки, мы потратили год на то, чтобы, чтобы у нас получилось. То есть, как, как вообще, это сейчас безумно модно в Москве. Я отправил директора на поезде, я говорю, так, едь, покупай все, приезжаем, нанимаем кондитеров, повторяем, выходим на рынок, все получилось. Ну, и вот ровно год мы пытались повторить, сейчас могу с уверенностью сказать, что у нас получилось лучше. Мы потратили очень много денег на маркетинг, то есть, там, задача была, чтобы коробка, которую ты открываешь, был, знаете, некий фетиш. Когда открываешь новый iPhone, вот эта эмоция, вот она как-то неописуема, но вот открывать iPhone — это целый процесс. Вот такая же задача стояла перед нашей упаковкой, получилось. Проект, ну, такой, он очень тяжелый, но мы первые на рынке, к сожалению, потому что сейчас мы тратим свои деньги на то, чтобы рынку рассказать, что это. То есть, у меня нету конкурента, который то же самое будет рассказывать. Тем не менее, очень красивый, такой очень стильный проект с элементами фетиша, уже на полке. Он на национальном масштабе будет работать или работает уже? Пока город Киев, он очень дорогой, очень высокая себестоимость, поэтому не знаю, могут, можем ли мы двигаться куда-то дальше. Окей, и есть еще клиника, ты говорил, да? Клиника... Это не клиника, это центр по лечению анорексии. Я там, знаете, пятикопеечный партнер, отвечаю за пиар-маркетинг, вот, то есть там каждый партнер за что-то отвечает. Могу сказать, что это пассивный доход, и я говорю, ну, он небольшой, но он есть, вот, и не забирает много времени. Ну, и плюс там делаем хорошее дело. Слушай, ну, а можешь рассказать, вот у тебя сейчас, получается, три проекта, в которых ты участвуешь, вот как ты организуешь себя, свой день, вообще как построена твоя жизнь, то есть ты... Абсолютно по-идиотски. Ну, расскажи. Ну, то есть не организовано никак, полный хаос царит, это я понимаю, что там на 70% я неэффективен из-за своей безалаберности, то есть там встреча в офисе, потом здесь, а я забываю, что кому пообещал, а потом они звонят, ну, Максим же сказал. Ассистента не пробовал здесь? Знаете, пробовал, и я трачу еще половину времени за контролем этого ассистента, пока не знаю, ну, то есть как бы в теории я знаю, как это все организовать, но пока я над этим работаю. 7% хаос, но все-таки сколько времени ты в работе находишься? Да, в принципе, с момента, как я проснулся и до момента, как лег спать. Ну, я так понимаю, уже достаточно долго это у тебя происходит? В отпуске последний раз я был в 2013 году. Что-то поменять, почему не хочешь, не получается, в чем причина? Первый признак неэффективного менеджера, это когда есть полное ощущение, что вот если я сейчас не отвечу на телефон, все рухнет. Поэтому пока не стану эффективным менеджером, наверное, не заслужил ехать в отпуск. Ну, имеется в виду, может быть, что-то поменять с точки зрения эффективности процессов. То есть вот у тебя же работает команда, достаточно много людей, да? То есть почему они... Поменять это все продать, купить апартаменты в Майами и две маленькие пиццерии, где самому обслуживать гостей в зале. Ну, вот это поменять. Окей, концепция понятна. Скажи, ну, а видение тебя с точки зрения проекта City Beach Club? Дальнейшая эволюция, развитие проекта планируется или... Конечно, конечно. Ну, а есть какое-то вот долгосрочное видение, куда ты хочешь прийти? Да, это однозначно место, которое, вот знаете, вот киевское, как киевская препечка. Вот мы бьем в ту же стезю, в этом году нас внесли в туристический маршрут. Города Киева, первый частный объект. Вот, и мы хотим встать в место, которое ассоциируется с городом Киев. То есть это какая-то отдельная маркетинговая компания происходит или как это? Я понятия не имею. Походу разберемся. Походу разберемся. Есть понимание, что мы это хотим, а там дальше, как видно, будет. Скажи, пожалуйста, у тебя достаточно большой круг общения, я так понимаю, среди звездной публики. То есть это и те же мозги, группа мозги, да, и другие медийные личности. Вот это как-то помогает проекту? Знаете, стараюсь не использовать то, что там наши какие-то дружеские или приятельские отношения. Ну, конечно, там в физический момент я помогаю. Но в целом мы стараемся все-таки больше дружить, чем что-то друг от друга хотеть. Поэтому не могу сказать, что это мой актив. Окей, ну вот смотри, недавно брал интервью у Максима Храмова, собственника Челентана, Желтка и многих заведений, да. Мы с ним общались по поводу открытия заведений. И вот он сказал, что одним из путей раскачки заведения является создание на начальном этапе трафика медийных лиц, которых там собственник чуть ли не на личных контактах затягивает в заведение, и впоследствии они дают некий приток. Вот насколько ты с ним согласен? Да, согласен, если мы были в 93-м году. Окей, а сейчас как это работает? А сейчас, ну что, ну позвал ты известного блогера, у которого там полмиллиона подписчиков, и он написал хороший пост. Ну, потребитель же не дрога, он же понимает, почему это написали. Поверьте, если продукт хороший, он не нуждается в явной рекламе. А какой, хорошо, какой рецепт сейчас для собственника или основателя какого-то энтертейнмента такого заведения, пляжного, околопляжного, вот если он открывается с нуля и хочет достичь быстрой успеха, выбор места или правильная рекламная... Не открываться. Не открываться, да. Сотянуться другим бизнесом, да. Окей, то есть иначе все... Он должен определиться, либо он хочет зарабатывать деньги, либо заниматься клубом, энтертейментом и рестораном. Да, то есть пусть выбирают. То есть такого рода бизнес, это даже скорее хобби, там, ну, приносящий какие-то деньги, чем полноценно, успешно... Насколько у меня нету, к сожалению, мешка денег за спиной, поэтому я пытаюсь из этого сделать деньги, но пока все равно это больше хобби. Окей, хорошо. Может быть, тогда, ну, напоследок давай какие-то, какое-то напутствие. Вот что бы ты порекомендовал любому человеку, который хочет, имеет ресторан, имеет клуб, с точки зрения повышения его привлекательности, если уже заведение есть, если оно уже работает? Будьте честным перед вашим потребителем, создайте ту атмосферу, где вам верит гость, и дорожите этим, это эмоция, вот доверие. Если гость вам верит, если вы там крушные, то все получится. И дело, еще раз говорю, не в высоте начеса из карамели. Кстати, еще вопрос, а какая роль вообще маркетинга у тебя здесь, то есть управляемого маркетинга? Это все маркетинг, но команда большая в маркетинге работает здесь? Нет, это несколько человек, но лучшие в стране. Лучшие, но я знаю, достаточно неплохо социальные сети качают. Ну, да, тут люди, которые, работают люди, которые делали, например, Казантик 15 лет, вот, по сей день, один из лучших фестивалей. То есть, ну, вот они отвечают за маркетинг, люди с телевидения, люди из шоу-бизнеса, причем не обязательно на ставке, но каждый, там, мой друг, знакомый, товарищ, просто гость, он тоже часть этого маркетинга. Программа, там, например, «Сестры пляжи». Это, там, 500 девушек, сумасшедшими охватами в социальных сетях, но мы не как все заведения, вот, даем карточку, на тебе бесплатный салат, а ты напиши про нас. Мы никогда с них ничего не требуем. Мы им, там, даем лояльность здесь, в Буковеле они могут пользоваться этой карточкой, там, еще в некоторых заведениях. Но когда нам нужен совет, да, либо что-то еще, мы у них спрашиваем. Тем самым они чувствуют себя причастными к проекту. Именно поэтому это «Сестры пляжи», потому что, ну, вот, они причастны. Они безумно гордятся тем, что они причастны, вот, к чему-то такому, что получается. Поэтому, вот, будьте честны, и ничего не требуйте от гостей, им ничего не нужно. Ну, а с точки зрения продвижения в соцсетях, вот какие у вас есть какие-то главные принципы успеха, благодаря чему проект активно имеет популярность в соцсетях? Стимулируете как-то гостей активно публиковать посты? Во-первых, там, вы видите, место белое, на белом все хотят фотографироваться. Это как бы закон. Место модное, в модном месте все хотят фотографироваться. Место вообще не дешевое. Все хотят показать, что они в недешевом месте. Ну, вот такие все механизмы. Ну, а от нас должны исходить, там, смешно, с иронией, да, там, с легкой, иногда не с легкой, иногда черный юмор постим. Женские тела. Максим, у нас еще есть одна традиция, которую мы всегда придерживаемся в наших интервью. Это для участника, точнее, для нашего зрителя, который задаст наилучший вопрос, мы даем какой-то приз от гостя. Вот скажи, пожалуйста, что бы ты мог предложить в качестве такого приза? Ну, я думаю, что если мы говорим о лете, о пляже и о женских телах, то это однозначно ящик просека. Друзья, по-моему, отличный, отличный вариант ящик просека за... Охлажденного. Охлажденного просека за лучшее, по которому можно выпить прямо здесь, я так понимаю, да? И угостить всех желающих. И угостить всех желающих, супер. По-моему, отличный, отличный повод. Друзья, прямо сейчас оставляем вопрос в комментариях к данному видео. Причем мы просмотрим все вопросы, выберем наилучший, передадим этот вопрос Максиму, Максим на него обязательно ответит. И вдобавок еще в качестве бонуса, помимо ответа на вопрос, вы получите ящик просека как приятный приз. Что намного важнее, чем ответ. Что намного важнее, чем ответ. В принципе, ответ можете даже не читать. Поэтому прямо сейчас ждем ваших комментариев внизу, и кто-то из вас получит супер-приз. Спасибо большое, Максим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.